Первыми встречали гостей две небольшие, но очень ёмкие выставки. Одна из них из фондов Музея истории Брестской милиции. Её главный хранитель – полковник милиции в отставке Николай Радиюк. Уголовный розыск – это элита, и работе этих людей посвящена большая часть музейной экспозиции. Мы для него это всё делаем. Соответственно, большие экспонаты. Во-первых, не только руководители бывших, которые присутствуют на стендах, но эти экспонаты, которые были конфискованы, которые были бандиты, которые были по угловым делам переданы нам, всё это хранится, всё это представляется, и очень много у нас посетителей. Изюминкой экспозиции библиографической и её центральным экспонатом стала книга, посвященная 100-летию Брестского уголовного розыска. Издание вышло как раз в канун праздника. История развития службы уголовного розыска именно в Бресте и в области отражена в этой книге. Поэтому уже этим она интересна. В других изданиях такого мы не найдём. Кроме того, в этой книге есть воспоминания ветеранов уголовного розыска Брещины и представлены все сегодняшние действующие сотрудники уголовного розыска по всем районам и городам Брестской области и Бресту. Они всегда на передовой. Сотрудники сыска были и остаются людьми. На чьи плечи легла основная цель уголовного розыска – обеспечение неотвратимости наказания. При этом главное не зачерствить душой и не делить дела на важные и второстепенные. Хочется сначала определить те основные качества сотрудников уголовного розыска, которые им были присущи на протяжении всего этого периода времени. Это нетерпимость к злу. Это главный принцип, что зло должно быть наказано. Конечно же, используя только законные для этого меры. Ну и те человеческие качества, как доброта, любовь к жизни, человечность и взаимовыжечка. Всю свою вековую историю сотрудники белорусского уголовного розыска с честью выполняли и продолжают выполнять свою главную функцию – защищать людей от преступников. Теплые слова от руководства области и города, почетные грамоты и юбилейные медали действующим сотрудникам и ветеранам – лишь малая часть человеческой благодарности людям, для которых уголовный розыск стал частью жизни. Сегодня человек в погонах, а уж тем более работник уголовного розыска, точно такой же созидатель нашего города, как строитель, который строит западный обход, Великобринский потепровод, как промышленник, который делает промышленную продукцию, как инвестор, который строит новые предприятия. Почему? Потому что абсолютно очевидно, что только в спокойный город будут вкладываться инвестиции, только в безопасный город приедет турист, только в этом городе люди будут чувствовать себя комфортно. Основной упор в работе уголовного розыска делается на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. И сегодня Брестский регион по раскрываемости занимает второе место в республике – 90%. Праздник мы встречаем с гордостью за достигнутые результаты и осознанием важности выполняемых нами задач, важнейшие из которых – это здоровье и безопасность наших граждан, их спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, вера в справедливость. Поэтому, как и прежде, мы будем со всей душой относиться к людям, обратившимся за помощью, чтобы каждый из них знал, что мы не оставим их один на один с произволом или бедой. Ирина Альшова, Эдуард Букной, Чантон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.